Украина и Грузия Петр Порошенко напомнил, начиная агрессию против Украины, Россия хотела разделить страну пополам, но этим планам не суждено было сбыться благодаря украинским военным. Мы освободили две трети территории Донбасса, включая Северодонецк, Лисичанск, Краматорск, Славянск, Мариуполь и многие другие территории, таким образом разрушив мечты России о Новороссии. Для защиты интересов стран нужно действовать сообща, подчеркнул президент Украины. Основной темой его переговоров с грузинским коллегой Георгием Маргвилашвили была координация действий по интеграции в Евросоюз и НАТО. Мы наметили первые шаги, которые должны сделать уже в этом году. Нас ожидают чрезвычайно важные мероприятия, начиная с саммита Восточного партнерства и заканчивая Генассамблеей ООН. Украина – член Совета безопасности этой организации. Мы должны использовать все возможности для защиты и поддержки суверенитета и независимости Грузии и Украины. Об усилении координации в международных и региональных организациях договорились в ходе переговоров с председателем парламента Ираклием Кабахидзе. Встретился глава украинского государства и с премьер-министром Грузии Георгием Кверикашвили и представителем бизнеса. Петр Порошенко отметил, товарооборот между странами имеет все шансы увеличиться вдвое и пригласил грузинских бизнесменов инвестировать в Украину. Ваш предпринимательский вклад – решающий в стратегическом партнерстве между Украиной и Грузией во всех сферах нашего сотрудничества. Насколько успешным будете вы, насколько решительно вы будете инвестировать в Украину и Грузию, настолько успешным будет развитие стратегического партнерства между нашими странами? Экономическому сотрудничеству будет способствовать железнодорожно-паромное сообщение через порты Украины и Грузии Украинские предприятия готовы участвовать в инфраструктурных проектах Большой потенциал у соглашения о сотрудничестве между Аджарией и Одесской областью В ходе визита президент возложил святы к памятнику Тарасу Шевченко в Тбилиси и посетил музей советской оккупации В среду в Батуми состоится встреча украинского и грузинского бизнеса Александр Панченко, ЮЭТВ Александр Панченко, ЮЭТВ